Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Сегодня я ездил забирать внучка в Ростов, возвращался назад. Ну и по ходу действия дороги мы так разговаривали с женой, и жена как раз больше смотрит телевизор, потому что я не всегда смотрю, а занимаюсь своими делами и сам собой. И вот она рассказывает, что вот этот искусственный интеллект, который так вот, знаете, искусственный интеллект, искусственный интеллект, это что-то такое, показал свои негативные стороны. Люди смотрят в мониторы телефонов, планшетов, компьютеров, они уже разучились говорить. То есть, говорит, сейчас востребовательность репетиторов, которые обучают маленьких детей общению, как говорить, простым таким вещам, которые вот этот вот искусственный интеллект, все это нам, значит, отменил. Ну и в частности, не могут построить свою речь так, как надо, не могут определить, допустим, маршрут, только вот смотрят, ага, в телефон, вот как этот маршрутизатор. То есть, они уже карту особо не могут читать. А раньше люди жили вообще и без карты даже, знали, как пройти, как проехать на довольно-таки большие расстояния. То есть, все это память, все это какие-то ориентиры были. Сейчас все это стирается, искусственный интеллект, искусственный интеллект и прочее, прочее, прочее. Где-то, где-то, не без того, что какие-то помощники должны быть, но когда вот так вот все это вываливается, просто-напросто идет оболванивание людей, особенно молодых людей, а тут на все и на молодежь рассчитано, которые растут просто-напросто болванами, ничего не могущими. И сидят только вот, что случилось, нету, допустим, света, нету того, они уже становятся беспомощными. Ну, это так, так сказать, вступление. А теперь вот дальше, как раз, насколько я, будете судить, разговариваю с вами, насколько я логически строю там речь. Значит, смотрите, вот как раз мы с вами начнем немножечко с почты. Человек голодает, голод уже пошел, у него 34-й день, 35-й, по-моему, 36-й день голода. И вот хотел у вас спросить совета, заканчивается 34-й день. В желудке, горле, слюне, путь соли, клизма еще грязная, червей нет, каловые камешки мягкие, язык, правда, белесый. Что беспокоит желудок? Откуда там соль? Никогда в жизни и скоромном питании ей не борщил, не бухал спортсмен. И красавец, если порассуждать, откуда путь соли в горле. У меня последние, может, необратимые процессы начались, может, что-то пошло не так. Я мало двигаюсь сейчас и мало хожу последние дни пять. Мало пью воду, может, 0,5 литра в день, не хочется. Какие у вас мысли? Что за соль? Откуда она берется? У вас, как я понял, такого не было, но как света, чисто теоретически, порассуждайте, пожалуйста, может, истина придет. И еще, я же ветер, может, переразбуждился ветер, переразбуждение жестоко, 35 дней, как-никак. Нельзя же по вашим книгам ветрам такое. Так что выходить и кандиду потом глужить с содой и керосином. А вопрос, да? Или терпеть путь соли в горле, но очистка ли это? Буду рад любому вашему ответу. Я, значит, ответил. Вот смотрите, когда мы начинаем с вами голодание, это все равно, что мы с вами пускаемся в открытый океан. И вот сначала отплыли там от берега, мы видим какие-то ориентиры, все это там ясно, понятно. А потом туда дальше мы уже и не знаем, какие ориентиры, с какими морскими животными нам предстоит встретиться. Опасно они, не опасно. И все дальше отплываем туда в неизвестность. И здесь уже как-то крайне непросто ориентироваться. И более того, вот смотрите, когда мы просто начинаем голодать, у нас сначала включаются чисто физиологические процессы, там какие-то очищения такое-сякое. По мере того, как срок голодания у нас возрастает, у нас начинают активно включаться в работу наши тонкие полевые структуры, тонкие тела. В них также имеется масса всевозможных искажений, о которых мы даже не подозреваем. Все это начинает выравниваться. Более того, оттуда начинает с вами работать. Поэтому у каждого какие-то реакции непонятные. Лично у меня с желудком такого не было, как у человека, который спрашивает. Более того, знаете, что он еще пишет? Потому как легко пролетели первые 28 дней, как семечки, ездил на работу спокойно. Действительно не понимал, куда он забредает, куда он забредает, и какие силы начинают с ним работать. Да и жалоб не было у меня. Там был очень сильный, выносный. Вот, а ягодки, видите, пошли неожиданно. Надеюсь, что все закончится благополучно. Надеюсь, что все закончится благополучно. Но, надеемся, на голоде с вами работают. После голода, как вы будете выходить? Что у человека побудило вот такое голодание сделать? Войти вот в такие, грубо говоря, дебри, где началась работа уже с тонкими полями. И вот это все так неожиданно проявляется, что человек даже не понимает. И никакой специалист особо там и не скажет, что там происходит. Таких специалистов практически нет. Они все работают так, голод, три недельки, четыре недельки и хорош. А туда, если дальше, мало таких, очень мало, короче, людей, которые что-то там понимают и разбираются. Они не поймут, что, что, что происходит. Вот по всей, грубо говоря, писанине, которая имеется тут в интернете, в литературе, такого не может быть. Она там вот так вот, ага, достигается там один там кризис, там ацетатический, потом еще что-то там, и все вроде бы там рассасывается, там какая-то ткань. Но у каждого это все происходит индивидуально. И вот тут-то, если у вас зацепился вот этот процесс, вот 28 суток прошло, допустим, нормальненько, все, да, хорошо. То есть организм как бы готовился, готовился к этому, готовился к той патологии, глубинной патологии, на которую надо накопить силы. Более того, еще разок, это удивительные вещи. Понимаете, как хотите, но с вами на голоде работают. Особенно на длительном голоде с вами работают, начинают помогать, начинают, будем говорить, вот создавать соответствующие такие условия для вашего исцеления. А вы же это не понимаете. И вот встречаете первый же такой серьезный этот кризис, который вот так вот возникает, вот, желудка. Желудок вроде бы нормальный был. И соли не ел. А вот соль выходит, выходит вот какая-то, скорее всего, энергетика, которая вот отсюда вот прет, она проявляется вот в таких вот вещах. А человек думает, что ж такое, выходить, не выходить. А надо, если организм запустил этот процесс, если все это развернулось, надо этот процесс доводить до конца. Не надо его обрывать на середине, на половине. Вот смотрите, что получается. У вас процесс пошел. Процесс пошел. Организм настроился на то, чтобы вывернуть вот эту всю тонкоматериальную ерунду. Потому что я еще говорю, сны-то снятся какие. Что от вас-то там отходят какие-то-то собаки, люди, чудище там, еще что-то там такое. С вами такие интересные вещи происходят. Если процесс закончен, то, как правило, вот лично у меня было, это я стою перед обрывом, все, процесс окончен. Либо, значит, натянута веревка. И, как правило, сон такой снится. Как облегчение, вы смеетесь. Вот что-то такое произошло, действительно полезно для здоровья. Это говорит о том, что уже, да, окончился голод, на который вы были готовы. То есть вы были готовы, грубо говоря, на 20 дней. Он закончился, все нормально, вы по силам. На 30 дней закончился вы по силам. А тут можно замахнуться, знаете, ух, туда. Если вы, знаете, еще, тут интересная такая вещь. Вот если вы первый раз и замахнулись как-то на длительное голодание, и с вами начинают работать, то есть вот эти вот силы, которые нас окружают, разумные силы, они думают, ну, этому человеку, смотри, он замахнулся, на это надо помочь. А он при первом, потом в этом кризисе сдрифил. И получается, что процесс запущен, а он сдрифил, начинает выходить. И в итоге организм застреет. Он должен вот это вот доработать, а его уже из-за того, что он испугался, пытаются кормить. Давай, сейчас будем выходить. В результате не этот процесс целительный не сработает до конца. Он там застрянет, на середине или еще там хуже. И в то же время и питаться организм никак он не сможет, потому что он настроился на борьбу с болезнью, на борьбу с каким-то там недугом. И вот это все надо, значит, вот так вот переломать в себе, извратить еще больше, чем было. То есть мы по порядку бы пошли, если бы небольшие сроки голодали, у вас было нормально. Проголодали бы там эти 28 дней, да и вышли бы там тогда. А если бы туда дальше ушли, то есть вы застреете в каком-то подвешенном состоянии. И у вас может быть так, что того, чего не было, а что, всколыхнулось и начало выходить наружу, то вот останется, и состояние будет хуже, чем до голода было. И вы подумаете, вот это голод повредил. Нет, это вы его не до конца довели, вы его не провели так, как надо. Вы полноценно не можете восстановиться, потому что буксует пищеварение. Оно никак не запускается. И смотрите, теперь какие идут обоснования. Знаете, Геннадий Петрович, я снимаю квартиру, со мной три человека. Они уже начали бузить, что, мол, ты начинаешь нам доставлять неудобства своими клизмами. Я взял отпуск до 7-го, 11-го, а это должен быть первый день выхода, 43 дня голода, из которых 7 дней насухо. Ага, хорошо. И начальник сейчас пишет, ты точно выйдешь? А то завал, надо работать, иначе уволим. Приперли с двух сторон. Я сказал, что выйду и буду работать. Знаете, если вы собираетесь сделать какое-то серьезное дело для себя, то вы должны выделить время. Вот смотрите, если 40 суток человек голодал, примерно еще 40 суток это пойдет на выход. Это 80 дней. Это так, знаете, просто. А на выходе там еще надо больше брать дней 60, чтобы как-то полноценно. А то мы думаем, сейчас быстро все там пойдет. Не, ничего подобного. Там все запускается очень медленно. Итак, вы должны выбрать время, чтобы вам никто не мешал. Вы делаете серьезную работу не просто со своим здоровьем, здоровьем. А это повлияет на вашу дальнейшую судьбу, на ваше благосостояние. На все может повлиять. И оно влияет. А вы думаете, это голод, там все это так, трак и все. И дальше побежали, как вы были, так и останется. То есть, если вы хотите серьезно поработать над своей собственной сущностью, над своей собственной судьбой, надо выбрать время, чтобы вам никто не мешал, что вы там клизмы делаете, не делаете. На работу вызывает, не вызывает. И сделать это дело. И вот вы получите, вы даже получите намного больше, чем вы ожидаете. Насколько вы провзаимодействуете с пространством, и насколько оно откликнется на ваши вот эти все действия. Посмотрите, голодание 67, по-моему, суток женщины, которая голодала. То есть, тут должна быть решимость, чтобы никто вас не сбил. Уединение, чтобы никто не мешал. И довести дело до конца. Если вы так вот. А в противном случае не надо замахиваться. Потому что, если вы замахнулись, а потом отступили, вот эти все силы, которые с вами работали, они уже второй раз, знаете, так не будут с энтузиазмом с вами работать, помогать, что-то там делать. Да он тут отступил. Вот посмотрите на меня. Вот он сидит перед вами. Почему я с вами и беседую на эту тему? Потому что я неоднократно отступал. Начинали работать, давалась такая мощничная энергия. Ты летал, а потом раз только что-то. Что-то внушалось. Ага, вот то надо сделать, вот все надо сделать, какую-то мелочок. И все расстраивалось. А потом, чтобы заслужить это доверие, надо приложить сил в 10 раз больше, нежели ты вот с нуля это делаешь. Ну, почитаем дальше. Значит, будет работать. А сам понятия не имею, смогу ли ехать на метро и работать. Но вот лишиться и работы, и жилья в Москве, это будет слишком жестокий удар судьбы. А судьба вам, вы, вы во время голодания работаете над своей собственной судьбой. Она вам может такое преподнести. Опять-таки, о чем вы и не подозреваете, и не желаете. Работаете в метро, там ездите, вот это надо, а это в Москве там снимаете. То есть мы из-за каких-то маленьких меркантильных интересов выпускаем ту большую работу, которую нам помогают сделать. Для того, чтобы мы достигли благосостояния как в здоровье, так и в судьбе, так и в материальном даже отношении и так далее. Итак, слишком жестокий удар судьбы. Вот так-то вот. Такого быть не должно. Всевышний не должен допустить. Всевышний-то не должен допустить. Вот мы пришли к тебе к такому понятию, как Всевышний. А да вы же этого допустили. Вы же это сами. Вот вам, как говорится, вот она лодка подплывала к вам, вот этот плод, вот вертолет подлетал, чтобы у вас снять там затапливаемое, грубо говоря, острово. А вы все отказывались. Вы отказались. Вы не оправдали доверие. Вы замахнулись. И вот он, Всевышний как раз, будем так и говорить, Всевышний как раз, ну я сейчас с этим человеком поработаю. Вот это вот все, что там у него там было, накопилось в течение там прошлых жизней, сейчас это все выковырну естественно. Вот так вот он. Начинают все эти силы работать, а вы, о, не, я не хочу. То есть вы понимаете, что вы делаете? Киваете на Всевышнего, вы сначала на себя киваете. На что вы замахнулись? Ой, и к чему вы готовы? Это очень важно понять. К чему вы готовы? И насколько у вас хватает решимости? Есть вопрос, я так понимаю, момент восстановления силы не должно быть. Должен же я передвигаться? Вот опять это говорит о том, чтобы если вы замахнулись на такое дело, это огромное, великое дело, вы должны сделать обстановку так. И знаете, это же вот обстановка, 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 вот Москва, там все, да где вы дома живете? Сказали, я буду там кто-то, кто-то там заниматься. Меня, грубо говоря, не будет в течение там 50 дней. И вы тогда уединяетесь куда-либо там, хотя бы хоть в сарае, хоть там на даче, хоть куда-то. И вот запаслись водой, запаслись там призмами, и все делаете, вам никто не мешает. Передвигаетесь там вы там, не передвигаетесь там, это тоже ваше. Вы работаете над собой, и еще работают над вами. Вот это будет результат. Хорошо, моя работа переговорная, умственная, требует физического труда. Спасибо за обратную связь, дай Бог здоровья. Бог-то дает нам здоровье, знаете, он дает нам здоровье. Но мы своими собственными мыслями, собственными поступками, вы знаете, вот как идет вот этот поток здоровья, а мы своими собственными мыслями, поступками, действиями и так далее, вот этот поток вот так вот кривим, это туда отбрасываем, это сюда отбрасываем, это еще. Нам все дают, но мы это не можем взять. И более того, мы с вами действуем, и более того, вот этим вот искусственным интеллектом, и более всего, вот этой вот жизнью, которая сложилась, и мы не в силах ее там как-то разорвать, как-то, знаете, вот поставить себя так, что я тут хозяин по жизни, а не то, что вот какие-то окружающие обстоятельства, хозяины, вами руководить. Вот чтобы, чтобы, если я говорю, это касается того, если вы замахнулись на что-то большое. Ну что, рассказал, показал, да, энергетика чувствуете, заканчиваем. Поэтому, знаете, вот мне как-то это, не хочется никого, какой-то длительный голод, чтобы проводить, потом, чтобы вас там выходили из этого голода. Вот, насколько у вас ума хватает, и вашего понятия, вот поголодайте, как я написал в книгах, начинайте обучать себя процессу голодания. С одних суток, раз в неделю. Научились голодать, раз в неделю. Прошло там, допустим, три месяца, полгода. Значит, тогда голодайте там три дня, раз, примерно в месяц уже. Научились голодать? Ага, тогда побольше. Изучайте себя. Понимаете? И тут у вас еще как-то, знаете, вот так вот все произойдет, это, и постепенно, и расшлаковка, и сила придет, и понятие придет, как себя вести на голоде, как выходить из голода, и многие другие вещи. А так вот, вошли, и, 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 и начались с вами такие процессы, а вы, а вы не знаете, и что, и как, и вот-вот, Всевышний вам там поможет. Да он помогает, но вы-то себе не помогаете. Вот в чем вопрос. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется, и всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает, радостью отвертки. И он врачу нам несет, это Новый, Новый год. разделье попросит, это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с кардией, загадай свое желание, и под звонку ром-по-пи. Ай! Реселись, веселись, веселись, наступает Новый, Новый год. А что нам несет, тот подарки раздает, разделье попросит, это Новый, Новый год. Ай! Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,